И продолжаю тему ШОС. Расскажем еще об одном событии, которое проходит под эгидой данной авторитетной организации. Это конкурс лучших молодежных стартап-проектов. Его программа весьма насыщена. В течение трех дней для его участников, кроме презентации самых лучших идей, запланированы экскурсии по историческим объектам, айтипарку и другим достопримечательностям столицы. В эти минуты во дворце творчеством молодежи началась торжественная церемония открытия конкурса. С нами на связи Томила Икрамова. Томила, добрый день. Вам уже удалось побеседовать с участниками конкурса? Надеюсь, что если договоримся, что здесь тоже найденный гостер, то вы будете работать. Спасибо, Сабина. Да, действительно, данный конкурс является очень престижным, так как проводится в рамках проекта Unicorns CSO, созданный для поддержки стартапов молодежи, стран-членов, партнеров, а также наблюдателей шахарской организации сотрудничества. Отметим, что в нем принимают участие молодежь от 18 до 35 лет. В целом, финальный этап данного конкурса прошли именно 50 лучших стартап-проектов. Сейчас рядом со мной один из авторов данного проекта – это Алексей Мостовщиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите подробнее о вашем стартап-проекте. Во-первых, хотел сказать, что конкурс сегодня организован на совершенно высоком уровне. Мне очень приятно в нем участвовать. Мой проект – это «Цифровая Россия». Мы создаем единое окно для предпринимателей, молодых, начинающих, уже действующих. Сейчас существует большое количество информации по мерам поддержки, по контрольно-надзорной деятельности, и предпринимателю тяжело в этом разобраться. Мы хотим все упростить максимально. Точнее, мы это уже сделали в России. Предприниматель просто размещает текстовый запрос, а система подыскивает ему наиболее релевантных исполнителей, будь то консультанты в госорганах или просто фондах, или предприниматели. Мы это сделали в России, сейчас хотим сделать в странах ШОС, а затем и в мире. И, конечно же, Узбекистан, как председательствующая страна, мы видим большие перспективы развития этого проекта в ней, потому что большое количество молодежи, молодых предпринимателей, которые активно пользуются цифровыми услугами, и мы готовы это внедрять здесь. Благодарю вас, Алексей, за вашу информацию. Хотелось бы отметить, что данный конкурс вам продлится до 11 июня текущего года, и будут отобраны лучшие 11 стартапроектов, и каждый из них получит по 10 тысяч долларов, а в общей сложности 100 тысяч долларов в виде инвестиционных средств. Мы продолжаем наблюдать за данным мероприятием, и мы расскажем о нем поподробнее в наших следующих информационных выпусках. Пока у нас все. Спасибо, студия. Желаем удачи участникам конкурса и эффективной реализации инициатив победителей. Спасибо, Томила.